Антон Шунто выносит мяч, наверное, в район озера или реки, не знаю, что здесь находится. Сейчас малышам придется, возможно, и сплавать за мячом. Так, Антон Шунто не может выбить мяч от ворот, и поэтому, как в 90-х, мяч будет выбивать центральный защитник. Если вы помните, то в прошлом году Ислыч победила на этом стадионе футбольный Крумкачи, именно забив гол с углового оригинальным розыгрышем. Посмотрим, что же будет сейчас. Какие-то две руки подняты вверх. Интересно, что будет. Идет передача на дальнюю, борьба, и центральный защитник блокирует мяч. Мяч аут, аут мимо. Антон Шунто не спешит вводить мяч от ворот, трогает, жмякает его, взял подмышку, несет центр. Передача на Василевского, тот еще дальше. Не знаю, этого футболиста пока не выучил. Молодой, видно, недавно за дубль, наверное, играл. Опасно бежит, и, конечно, это желтая карточка, это игра в корпус, а не в мяч. Что ж ты делаешь? И очень неплохой штрафной, я думаю, сам же Виталий подойдет к этому мячу и покажет, что лучше в этих пределах не фалить. Потому что Виталий Балашов может с этой точки и гол забить. Мяч справа. А, вот, это Варванин Александр. Как же я его не узнал? Очень известный футболист, в принципе. Фил Иванов опасно бежит. Передача на папуша. Ну, видно, что футболисты играли когда-то вместе, поэтому где-то могут и отдать друг дружке пас. Наиграть вперед, а контролировать мяча. Плохой вот мяча Драчева. Может быть, он еще ночью работал в Макдональдсе, неизвестно. Неплох этот Багунов, у Крумкачева. У него, как вы видите, шорты, наверное, остались от кого-то из футболистов побольше размера. Они немножко ему почти до косточки. Но что сделаешь, когда у клуба тяжелая ситуация? Лишь бы не голым, как говорится. Да, да, наша команда, как мне кажется, немножко подсела. Но сейчас в перерыве они зайдут в раздевалку и, я думаю, их обратно поднимут. Потому что наш тренер такой эмоциональный. Я думаю, что сейчас он их разбудит. Они, наверное, чуть засыпать стали. Сейчас у них сон пройдет. Через полторы-две минутки. Снова заводятся в болельщики Крумкачева. Активно скандируют. Крумкачи, Крумкачи. У них, в принципе, одна кричалка, как мне кажется. Крумкачи. И они пока еще ничего не выучили. Так как не так давно они болеют за эту команду. Виталий Балашов опасно. Налево Никита Букаткин. Подача и Дмитрий Кома. Нет, черт побери, не сумел. Как вы видите, наши любители футбола, что Ислач начала очень активно. А я вам говорил, что команда начала засыпать. Но тренер их немножко разбудил в раздевалочке. Проходил я там рядом. И видел, видел, как команду взбадривали. И, как вы видите, сразу результат налицо. Команда активно начинает второй тайм. Уже создала моментов опасных больше, чем за весь первый. Штрафной. Опачки. Очень красиво встал Филанович. Что вызвало эмоции на трибунах. Наверное, это из каких-то других видов спорта. Но ничего, так получилось. У Олега Потоцкого, видно, какая-то своя болельщица на трибунах. Скандирует одну фразу. Олежка. Наверное, это ему очень сильно помогает. Что же про состав Крумкачеву. Не знаю даже, кто тут может усилить. Потому что не особо знаю этих игроков. И они меня не знают, и я их. Поэтому, может быть, опасный удар, но Потоцкий пробил. Но Антон Шин тоже брал мяч. Может быть, выйдет Роман Козел. Правда, это, наверное, защитник, да, Александр? Это защитник крайний. Может быть, и Варванина, и Карпа поменять. Потому что очень тяжелые это позиции в латерале играть. Они очень энергозатратные. Поэтому, возможно, он выйдет. Но Антон Шин-то не спешит водить мяч. Стучит, как в баскетбол. Наверное, он бы мог неплохо играть в цмоках каких-нибудь. С его-то ростом. Много стали валяться футболисты Крумкачоу. Но их чудо-дроктор с двумя баллонами только появляется, и сразу все проходит. Все-таки нужна помощь Филановичу. Смотрим, что же он будет делать. Просто пошептал. И Филанович появляется на поле. Но его не пускают. Быстро-быстро-быстро стычку успокоил тренер. И Слачи, потому что не нужно команде это. Нужно забивать голы, а не боксировать. Да и меня нету, в принципе. А вот! А вот! Продолжение следует...